Их жизнь могла бы закончиться за решеткой или в подворотне, потому что детство прошло в нищете. Их семьи сводили концы с концами, а кто-то рос без родителей, любыми доступными способами зарабатывая на еду. Но спас футбол. Меня зовут Юлия Шарапова, и это 10 фактов о футболистах из трущоб. Карлос Тэвис в 6-летнем возрасте остался сиротой, его мать бросила семью, когда Тэвису не исполнилось и года, а через 5 лет убили отца. Карлоса, а также его родных сестру и брата воспитывала тетя, у которой на тот момент было четверо детей. При этом не только бедность осложняла жизнь Тэвиса, район, где он проживал, был крайне неблагополучным, и пули от бандитских перестрелок иногда попадали в окна его дома. По словам самого Тэвиса, иногда по пути в школу или на тренировку ему приходилось обходить тела убитых в ночных перестрелках. Родители Златана Ибрагимовича развелись, когда мальчику было 2 года. Мама работала сутки напролез, чтобы хоть как-то прокормить детей, но и этого не хватало. Маленькому Златану даже приходилось воровать. Таким образом, с местью Ибрагимовичу удавалось хоть как-то сводить концы с концами. Эти обстоятельства едва не уничтожили мечту Златана стать профессиональным футболистом. В 15 лет он собирался бросить футбол, но детский тренер Златана сумел его переубедить. В семье Луиса Суареса было 7 братьев, прокормить которых, естественно, было достаточно сложно. Когда Суаресу было 9 лет, его родители развелись. Дети остались с матерью, которая сменила статус домохозяйки на уборщицу. Ну а Луису приходилось подрабатывать дворником, чтобы помогать маме. От нищеты Луиса спасла его будущая жена София Бальби. После знакомства с ней он стал целенаправленно заниматься футболом, что и сделало его звездой мирового масштаба. Я встретил девушку, от которой все в моей голове смешалось. Но именно тогда понял, насколько необходим мне футбол, признал Суис. Отец Анфелиди Марии в юности тоже мечтал о карьере футболиста, но из-за травм он забросил спорт и пошел работать на шахту. Получал он копейки, поэтому детство сына было не просто тяжелым, а нищим. Чтобы покрыть расходы на покупку первых бузлянхеля, вся родня несколько дней просидела на хлебе и воде. Но и этого могло не быть. В годовалом возрасте будущую звезду сборной Аргентины спасли от смерти, он попал в огромный чан с водой, стоявшей во дворе, и отец в последний момент успел вытащить тонущего ребенка. Тяжелое детство было и у Криштиану Роналду. Более того, Криш вообще мог не появиться на свет. Мать и отец из-за сложного финансового положения подумывали об аборте, у них уже было трое детей. Она работала поваром, а он садовником. В 14 лет Роналду был исключен из школы, и после этого Криштиану хотел устроиться на работу, чтобы хоть как-то помочь семье. Мать посоветовала ему сосредоточиться на футболе. Ну, а Криш оказался послушным мальчиком. Непростое детство было и у нападающего сборной Чили Алексиса Санчеса. Отец ушел из семьи, когда мальчику было 11. Он подрабатывал и с ранних лет помогал одинокой матери. Алексис начинал играть босиком, а первые бутсы ему купил мэр его родного города Токопилия. Мама мальчика убедила главу города, что у сына большой талант. Ну, а первые деньги Санчес зарабатывал вовсе не футболом, он развлекал горожан, делая сальто, ну, а также мыл машины на улице. Лука Модрич мог и вовсе погибнуть во время Югославской войны. На поле, где он тренировался, упал артиллерийский снаряд, и лишь чудом никто не пострадал. Семья Модричей также жила очень бедно. Поначалу у Луки даже не было щитков. Отец смастерил их сам, сделав их из дуба. Ну, а карьера Модрича могла закончиться не начавшись, когда обладатели «Золотого мяча» не взяли профессиональную команду из-за низкого роста и хилого телосложения. В тот момент он решил бросить футбол, но просмотр в Загребском «Динамо» навсегда изменил жизнь футболиста. В детстве Лионель Месси продавал чай, чтобы помочь своей семье. Родителям Лео было не просто отец работал на фабрике, а мать уборщицей. Часть денег, которые мальчик сам зарабатывал, он тратил на оплату занятий в любительском клубе «Грандоли». Лео было 9, когда врачи поставили ему страшный диагноз – дефицит гормона роста. Ни один местный клуб не готов был платить за лечение мальчика, на которое уходило по 1000 долларов. Талантливому Лео помогли скауты Барселоны и изменили его судьбу. Один из лучших футболистов в истории, Зиндин Зидан, родился в семье переселенцев из Северной Африки. Его родители в поисках хорошей жизни бежали из Алжира в 50-х, но даже перебравшись во Францию, жили очень бедно. Детство Зиндина прошло на улицах Марсели вместе с детьми мигрантов, которые становились малолетними преступниками. Но футбольный талант Зизу не остался без внимания, и в 15 лет он попал в местную академию. Легендарный защитник сборной Бразилии Роберто Карлос вырос в очень бедной семье, где помимо него было еще трое детей. В 12 лет Роберто ушел из школы и устроился работать на текстильную фабрику, одновременно занимаясь футболом. Надо было помогать семье, потому что денег, которые зарабатывал отец, не хватало. Часто бывало, что половина обеда оставалась на ужин, вспоминал Роберто Карлос. Мальчик мечтал купить новый дом отцу, и эту мечту решил уплатить в жизнь при помощи футбола. И потребовалось, кстати, на это всего 4 года. Это были 10 фактов о футболистах из трущоб. Не забывайте ставить лайки. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова